Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Тритынина. С вами я, Нина Тритыниченко, с очередным выпуском программы «Беседы о душе и нравственности» номер 5. Сегодня у нас с вами будет три темы. Первая тема – это о наших староверах американских. Вторая тема – я вам немножко расскажу интересную историю о французской пианистке и потом поймете, почему я об этом рассказываю. И в заключение я вам немного расскажу о книгах Стрельниковых, которые в каждом выпуске я рекламирую и очень рекомендую читать. Итак, американские староверы. Это такая секта наших староверов. Ну, вы знаете, в России тоже есть староверы. Они христиане. Называют они себя амиши. У нас тут есть такой городок в двух часах езды от моего дома. Называется Щепшивана. Там они проживают. Немножко о них расскажу, потом поймете, почему я о них рассказываю. Ну, во-первых, это просто интересно. Во-вторых, это... Ну, в общем, поймете. Итак, староверы. У них запрещено ездить на автомобилях. Запрещено пользоваться электричеством. Естественно, у них запрещен интернет. Ничего этого у них нет. Они ездят на лошадях. Ездят в таких колясках, повозках. Ведут натуральное хозяйство. Сами себя всем обеспечивают. Живут общинами. Щепшивана стала туристическим местом, скажем так, даже местом паломничества по нескольким причинам. Одна из причин – это то, что интересно посмотреть на самих староверов, как они живут. И вторая причина – вщепшивание. Там огромный блошиный рынок. Об этом я тоже немножечко расскажу. Поскольку я была на этом блошином рынке и в качестве покупателя, и в качестве продавца. Пыталась там продавать свои русско-украинские сувениры, что из этого вышло. Там еще есть аукцион. Аукционы у них… Ну, это я все рассказываю о доковидной жизни, естественно. Сейчас там все закрыто. Ну, и потом сейчас не сезон. Сейчас декабрь месяц. На аукционе там можно купить корову, коня, можно купить оптом фрукты, овощи, семена, ну, в общем, сало. Все, что хотите, там можно приобрести. Также там бывают аукционы, где продаются старинные изделия, украшения. В общем, очень интересное место для посещений. Когда-то на этом блошином рынке жители Шипшиваны продавали изделия ручной работы. Они продавали мебель, ковры ручной работы, пледы, много всякого интересного растения, комнатные растения. Потом появились китайцы. И, собственно говоря, китайцев переплюнуть в ценах невозможно. Для нас, для американцев, ну, самый дешевый товар стоит доллар. Да, меньше доллара у нас ничего нельзя купить. А у китайцев они могут продавать какие-то вещи, там, 10 штук на доллар, 8 штук на доллар, 20 штук на доллар. Понимаете? То есть, с ними соперничать нереально. И вот из-за них люди начали терять деньги. В основном деньги начали терять сами эти староверы, жители Шипшиваны. Теперь я еще немного расскажу, как они и во что они одеваются. Женщины носят исключительно платья, длинное платье, почти до 5, или, как сейчас говорят, почти в пол. Летом это платье с длинным рукавом, зимой это платье, вернее, летом с коротким рукавом, зимой с длинным рукавом. Платье все однотонные. Девушки молодые носят платье яркого цвета, может быть, однотонное платье. Пожилые женщины все ходят в черном. Волосы собраны в узел, и голова прикрыта такой шапочкой. Ну, такие шапочки. Мужчины все ходят с бородой обязательно, с длинной. Все ходят в брюках на подтяжках, ремни они не носят. Почему я о них рассказываю, вы сейчас поймете. Мне очень импонирует, какая у них, у этих людей взаимовыручка. Их девиз – один за всех и все за одного. Понимаете? Я вам сейчас расскажу, какие подарки получают жених и невеста, когда они создают новую семью. Подарки такие. Им жители деревни приносят все, что необходимо для построения новой семьи. Дарят корову, лошадь, козу. Выделяют участок земли. Потом собирается вся деревня, и за несколько дней им ставят дом деревянный и огромный сарай, где можно держать скотину. И таким образом молодежь может спокойно начинать жить и не заботиться о завтрашнем дне. Если что-то случилось, если, не дай бог, пожар или что-то такое, вся деревня идет на выручку. Если не удается потушить, всей деревней ставят новый дом. Понимаете? Вот как должны жить люди. И в таком обществе совершенно не страшно за свою будущую жизнь, за свой завтрашний день. Потом у них нет никаких ипотек, у них нет кредитных карт, они не живут в долг, они живут здесь и сейчас. И вот это то, чему современному человеку, современному человечеству стоит поучиться у староверов, у амишей. Это из хорошего. Но не все у них так хорошо. Они не учатся, они не совершенствуются, они не приобретают никаких творческих навыков. Понимаете? То, что доступно человеку в современном мире, амишам это все недоступно. Но тем не менее, вот такой положительный фактор, как взаимовыручка у них присутствует, и этому стоит нам всем поучиться. Кроме того, они все умеют выживать, они все умеют делать все. Никто не вызывает специалиста, если что-то где-то сломалось, или если нужно приготовить ужин. Все сами все делают. Если, не дай бог, что-то случится с нашей экономикой, ну вы сами видите, что идет слом экономик всего мира сейчас в связи с ковидом, и не только в связи с ковидом. Но моя задача не рассказывать об экономике, это совершенно другое направление. Тем не менее, было бы неплохо, чтобы люди умели сами что-то делать руками, чтобы выжить, и ужин приготовить, и отремонтировать, и отремонтировать одежду, и мебель. Понимаете, о чем я говорю? Вот этому всему можно поучиться у староверов, и у американских староверов, и у российских староверов. Вот, эту тему я закрыла. Вторая тема, знаете, я прочитала небольшой рассказ на интернете, и он меня так поразил, что мне захотелось поделиться с вами. Прочитала я его недели две или три тому назад, но вот он все время у меня, этот рассказ перед глазами, эта история. Я не помню имен, но это не важно. Важен сам факт. Итак, я буду рассказывать о французской пианистке, которая была замужем за поляком. Это было во времена перед Второй мировой войной, и очень ей импонировал Советский Союз, этой пианистке. Очень ей хотелось стать советской гражданкой. И она уговорила своего мужа и переехала жить в Советский Союз. Это французская пианистка. Русский язык она выучила, она, правда, говорила всю жизнь с акцентом, тем не менее. Ну, как водится, обвинили в шпионаже ее, ее мужа. Она отсидела в лагерях лет 17, наверное, она отсидела в лагерях. Потом, когда ее уже отпустили на поселение в один из сибирских городов, первое, что она сделала, она сразу стала играть на фортепиано. Ее приняли в музыкальную школу, она стала преподавать там. Она никогда ничего плохого не говорила о людях, с которыми ей пришлось пересекаться в лагерях. Она всегда говорила, как много там было хороших людей. Вот это вот интересный факт. И еще, это все была предыстория, вот сейчас будет история. Однажды эта женщина шла из музыкальной школы домой, на ней была красивая шуба. Она об этой шубе мечтала все 20 лет лагерей и откладывала, откладывала. Когда отложила достаточно денег, купила эту шубу. Напали на нее грабители на улице и приставили горлу пистолет. И говорят, снимай шубу, снимай украшения, снимай все, мы тебя будем грабить. А она ответила, не буду я ничего снимать. Это мое. Это моя первая шуба за 20 лет лагерей. Это все, что я себе смогла позволить. И знаете, что дальше случилось? Дальше случилось чудо. Эти грабители встали перед ней на колени, извинились, спросили, где она сидела. Оказалось, у них очень много общих знакомых. Извинились, сказали, мы же не знали, что ты наша. Надели на нее шубу, вернули все украшения и с почестями проводили ее до дома. Вот так вот. И у грабителей бывают добрые сердца. И им бывает, что доброта стучится в душу. Вот этой историей хотела с вами поделиться. У каждого человека в душе есть что-то хорошее. Помните об этом. Ну и в заключение моего выпуска я вам немножко расскажу о творчестве Стрельниковых. Ларисы и Людмилы Стрельниковой. Ими уже написано более 70 книг. Книги эти вкратце очень сложно рассказать о чем, но я попробую. Это космическая философия. Лариса Секлитова является контактером высочайшего уровня и с помощью диалоговых контактов с высшими, с высшим миром, который нас опекает. Она получила очень интересную информацию, которая помогает человеку развивать свою душу и становиться лучше. Более того, люди, которые читают эти книги, у них начинают открываться творческие способности. Кто-то начинает писать стихи, кто-то начинает рисовать, кто-то начинает писать литературные произведения. У кого-то открываются способности видеть внутренние органы людей, и такие люди начинают лечить с помощью биополя. Вот с помощью таких книг происходят с людьми такие замечательные чудеса. На сегодня все. Спасибо. До свидания.